Тренерский штаб Адмирала остается с командой. Главный наставник Приморского хоккейного клуба Александр Андреевский вместе со своей командой будет работать в клубе еще как минимум год. Напомню, что моряки завершили сезон КХЛ на седьмом месте в Восточной конференции. Однако в первом же раунде Кубка Гагарина Адмирал завершил борьбу. Руководство команды осталось довольна работой тренерского штаба Андреевского, который уже второй год подряд выводит клуб в серию плей-офф. В целом мы довольны тренерским штабом тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи – попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели прохождения первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. В целом для нас сезон сложился неровно, но достаточно успешно. Кроме этого, Мухаметов сообщил, что продолжат выступать в коллективе и некоторые ключевые игроки, такие как Джонатан Блум, Оскар Сбартулис, Джеймс Райт, Роберт Саболич и Игорь Бабков. Об остальных изменениях в составе руководства будет еще думать. Чемпионаты первенства ДФО по плаванию завершились во Владивостоке. Более двухсот пловцов со всего Дальнего Востока боролись за право участвовать в чемпионате России, который пройдет с 10 по 14 апреля в Москве. Массовые соревнования в бассейне спорткомплекса «Олимпийс» продолжались в течение четырех дней. Правда, кто точно поедет на Россию, будет известно только через неделю, так как в эти дни все еще проходят отборочные старты по всей стране. Именно поэтому нашим спортсменам важно было показать результат на той или иной дистанции, чтобы войти в число 40 лучших. Как отметили организаторы соревнований, в целом результат у пловцов оказался не хуже, чем в прошлом году. Стоит отметить, что помимо отбора на первенство страны, пловцы установили на соревнованиях шесть рекордов Дальнего Востока. Первенство «Приморья» по бадминтону прошло во Владивостоке. Спортсмены поборолись за медали престижных соревнований на шести кортах спорткомплекса «Олимпийц». Изначально в противостояние вступили 240 ребят из Владивостока, Находки, Партизанска и других городов края. Однако до решающих встреч дошли лишь лучшие из воспитанников местной школы бадминтона. В течение трех дней все участники проходили отбор по олимпийской системе на выбывание. Победителей и призеров выявляли в четырех возрастных группах от 9 до 16 лет. В каждой разыгрывались пять комплектов наград – в одиночных и парных разрядах среди мальчиков и девочек, а также в миксте. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная Приморского края, а самые старшие победители отберутся вдобавок для участия в финале 8-й Спартакеада учащихся России. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.